Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы сегодня с вами приступаем к изучению 83-го псалма. Это и другие наши лекции проходят в Сретенской духовной семинарии и записываются порталом экзегет.ру. Главная тема песни, которую воспевают паломники, приходящие в Иерусалим на один из каких-то значимых господских праздников – «Тоска по Дому Божьему». «Тоска по Дому Божию» – главная тема 83-го псалма. Храм прославляется здесь как самое желанное место на земле, поскольку там, в храме, живет Бог. Упоминание о раннем дожде в 7-м стихе может указывать на осенний период года, когда отмещался этот праздник. А следовательно, мы в этом видим некоторый намек на праздник Кущей – Суккот. Некоторые исследователи подмечают сходство между 83-м и 42-м псалмами. И как следствие делают вывод, что их написал один и тот же автор. Действительно, между этими псалмами есть некоторые сходства. Они написаны в том же самом духе, но не знаю, насколько мы вправе утверждать, что была рука одного и того же автора. 83-й псалм начинается с прославления храма и живущего в нем. Затем приходящих в храм – паломников. После следует молитва за царя, как помазанника Божия. После чего восхваляется Бог, как источник земных благ, благодати и славы для всех уповающих на него. Рассмотрим подробнее содержание данного псалма. Псалмопевец начинает свою речь с выражения горячего желания быть в храме. Дворы храма не просто прекрасны, привлекательны в силу их внутреннего убранства. Они буквально возлюбленны, вожделенны, поскольку в них обитает Господь. Множественное число слова «жилище» свидетельствует о том, что, скорее всего, речь идет о дворах, храмах, и они были местом общественных собраний. Понятия «жилище», «дом Божий», «храм» являются синонимами для обозначения святилища на горе Сион. Здесь обитает Господь сил, Господь воинств, Господь саваров. «Моя душа, сердце и плоть» – слова из второго стиха – это поэтические приемы для описания своих чувств и эмоций. «Я тоскую, жажду, моя душа истомилась. Я всем сердцем буду петь, радоваться живому Богу, восторгаться Его дивным делам». Выражение «Бог живой» по отношению к человеку означает не только то, что Он живет, но и то, что Он дает жизнь всему. Как источник жизни Он притягивает к себе жаждущих воды живой. В других псалмах томление по Богу уподобляется жажде лани, которая спешит напиться у свежих потоков воды. Четвертый, пятый стихи. Указания на алтари во множественном числе свидетельствуют, что в храме, построенном Соломоном, было два жертвенника. «Жертвенник для всесожжений у входа в храм и золотой жертвенник для сжигания благовоний внутри храма перед святая святых». Текст псалма говорит, что возле алтарей Господних, вероятно, у крыши храмового сооружения, вьют гнезда ласточка и воробей. Слово «птичка» в синодальном переводе, вероятнее всего, указывает на малую птицу. А под такими малыми птицами мы сейчас чаще всего понимаем воробьев. Положить птенцов означает процесс откладывания яиц и последующее питание птенцов в гнездах подле алтарей. Возможно, птицы, которые гнездились в храмах, считались священными. Но, скорее, мы бы сказали бы, псалмопевец здесь желает подчеркнуть, что в его время в Иерусалиме царили такие мир и благоденствия, что даже пугливые птицы чувствовали себя в безопасности под крышей храма. Двойная форма обращения ко Господу «Царь мой и Бог мой» не говорит о двух личностях. Речь идет об одном и том же Боге. Как царь Он правит надо мной, и как Богу Я Ему поклоняюсь. Блаженны живущие в Доме Божием. В узком понимании это выражение указывает на постоянный состав священников и левитов, которые служили и жили при храме. В широком смысле блажены, конечно, все паломники, которые регулярно приходят в храм на поклонение Богу. «Кто может пребывать в жилище твоем?» задают такой вопрос авторы различных псалмов. «Ко всем паломникам предъявляется одинаковое требование. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто. Кто не клялся душею своей напрасно и не божился ложно». 14 и 23 псалмы. «Счастливы те паломники, которые пробираются к горе Сион через сухие пустынные долины. С надеждой на укрепление сил от Бога они начинают свой паломнический путь. По пути они становятся все сильнее и сильнее и, наконец, являются пред Богом на Сионе. Их путешествие начинается в сердце, в думах, в помыслах о грядущем паломничестве». Вместо еврейского слова «дорога», которое означает проторенный путь, большую дорогу, выровненную, очищенную от камней, в Септуагинте употреблено слово «восхождение». Слово «восхождение» связывает 83-й псалом с группой псалмов «восхождение», который, как считаются, пели паломники, восходящие к горе Сион. И в этом слове «восхождение» есть еще и некая духовная перспектива. Речь идет не только о том, что паломники стали на подготовленную, широкую каменную дорогу, а речь идет о том, что они идут и восходят к духовной высоте, к месту, где обитает Бог. И в этом случае, даже если паломники отправляются с горы Ермон, которая географически стоит выше, чем гора Сион, они все равно не спускаются с Ермона к Сиону, а восходят к Сиону, потому что на Сионе храм, а это означает, что это предельная духовная высота. Долинами, как правило, обозначались равнины, пахотные поля. Словосочетание «долина плача» по-славянски «юдоль плачевная» в Ветхом Совете больше нигде не встречается. Возможно, что это было наименование какой-то совершенно конкретной долины, где произошли плачевные события, и мы бы тогда по-другому назвали бы ее «долиной слез». В силу того, что во многих, что в некоторых еврейских рукописях вместо слова «плач» стоит редкое слово «баха» – «плачущее дерево». В некоторых книгах исторических это слово переводится как «тутовое дерево». Некоторые исследователи склонны понимать выражение «долина плача» как указание на долину бальзамических деревьев. В любом случае, как показывает контекст, эта долина была достаточно засушливым местом. Когда мимо засушливой долины проходят паломники, Бог превращает ее в оазис. Паломники открывают вне источники не с помощью тяжелых работ по ирригации. Дождь превращает засушливую долину в бассейн с водой, как благословение свыше. Хотя редкое слово «дождь» может указывать на ранний или поздний дождь, то есть на периоды дождливой погоды в течение астрономического года. Скорее всего, в данном псалме речь идет об осеннем, раннем дожде. В греческом тексте речь же и вовсе не идет о дожде, но о неком законоположителе. Это разночтение могло быть связано с тем, что слова «дождь» и «учитель» «учитель» в древнееврейских текстах, которые до нас доходят прежде всего без огласовки, они пишутся одинаково. А «учитель», если мы воспринимаем за учителем образ Бога, он одновременно и законодатель. Отсюда и греческий перевод «законоположитель». Слова «приходят от силы в силу» 8 стих. Можно понимать не только в духовном смысле. Приближаясь к храму, паломники закаляются, укрепляются духовно. Они становятся сильнее, может означать, что они переходят от одного укрепленного места, например, от вала, стены, ограждения, к другому. Другими словами, от внешней стены к внутренней стене города Иерусалим. И таким образом, если мы хотим увидеть какую-то географическую привязку к тому, где могла совершаться эта литургическая процессия с пением псалмов, ну, наподобие крестного хода вокруг храма, в таком случае у нас появляется возможность трактовать эту процессию, как проходящую от внешних ворот храма к внутренним воротам, или, вернее, от городских ворот Иерусалима к внутренней территории храма. Там, внутри, они являются пред Богом на Сионе. Септуагин-то усиливает акцент на Боге и добавляет еще одно слово «Бог», вернее, во множественном числе «Боги». Бог богов буквально будет увиден на Сионе. Паломники узрят его на Сионе. Молитва за царя резко приключает мысли с темы паломничества на тему помазанника. Всего этого некоторые считают 9-й и 10-й стихи псалма позднейшей вставкой. Устойчивое словосочетание «Господь сил» часто встречается в псалмах. Однако, словосочетание «Господь сил» дважды повторяется и в данном псалме. Однако, в 9-м стихе мы встречаем расширенную формулу. Вставляется слово «Бог» и получается словосочетание «Господи Божий сил». Он наш защитник. Буквально, он наш щит. А с Господа приходит защита и царь от святаго Израилева. Два глагола «приникни» и «призри» означают «отнесись с благожеланием, милосердием, посмотри добрыми глазами на того, кого-то выбрал себе в помазаннике. Иными словами, благослови». Под помазанником мы здесь понимаем указания на царя, а не на перевосвященника. В последнем разделе данного псалма псалмопевец восхваляет храм и Бога, живущего в нем, как источник счастья и безопасности. Мечта любого израильтянина провести хотя бы один во дворах твоих. С какими альтернативными тысячами дней сравнивается один день во дворах Господа, нам не сообщается. Поэтому здесь разумно поставить многоточие. Все, что вне храма, ниже по статусу, несет в себе меньше святости. Стоять на пороге Дома Божия лучше, чем жить в шатрах нечестивых. Лучше стоять у ворот храма, чем сидеть или лежать в домах злых людей. Солнце и щит могут обозначать руководство и защиту. Бог сияет на нас и защищает нас. «Господь свет мой и спасение моего, и спасение мое, кого мне бояться?» 26-й псалом. Господь правит над нами и защищает нас от врагов. Он дает благодать и славу, то есть показывает свою любовь, дает процветание и преуспеяние в делах. Однако Бог благословляет и прославляет только тех, кто живет безупречно. Последний стих псалма обращен к тем, кто верит в Бога. Упование на Бога это начало непорочной жизни. С веры в него начинается восхождение к Богу. Начало непорочной жизни и восхождение от силы в силу к святому Израиле Господу Саваофу. Бог выбрал Сион как место своего обитания, чтобы сделать свое присутствие явным, доступным для народа. Соломон построил ему на Сионе храм. И место, и здания были святы и поставлены на ранг выше по сравнению со всеми иными местами на земле. Быть на Сионе значит быть рядом с Богом и его благами. по Новому Завету Бог явился человечеству в лице Иисуса Христа. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Бог послал утешителя, чтобы сделать тело каждого человека храмом Духа Святаго, частью Церкви. Такого Святого Храма в Господе, краеугольным камнем которого является Личность Иисуса Христа. Итак, я обратил ваше внимание, еще раз повторюсь, на некоторые разночтения между древнееврейским и древнегреческим текстом, которые здесь у нас приводились. Некоторые разночтения, они могут нами быть объяснены тем, что написанные одинаково слова в зависимости от расстановки гласных имели разное значение. И в массоветской традиции, на основании которой делаются современные переводы из древнееврейского языка, у нас появляется слово «дождь», и оно логично вписывается в общий контекст повествования. А в греческом тексте появляется слово «законоположитель», «законоположитель пред ними», который немножко другой имеет оттенок. Но есть еще другая коррекция в данном тексте. Мы видим, что греческие переводчики не только пытаются передать смысл и вкладывают, порой бывает, свой смысл в текст, но в некоторых случаях они добавляют некоторые слова. Например, «бог богов». В оригинальном тексте будет только одно слово «бог». Но видно, для переводчиков на древнегреческий, у которых свои были определенные теологические тенденции, им важно подчеркнуть, что это не просто «бог», а тот, который выше всех других богов. Он как царь над другими богами. Продолжение следует... м эксперт дополнительно содержит виды тенденции Programs